Всего неделю назад в школе номер 16 имени Героя России Сергея Таранца появился новый работник, сотрудник частного охранного предприятия. А жизнь в этом учебном заведении уже сильно изменилась. Взять хотя бы контрольно-пропускной режим, благодаря которому ни один посторонний теперь не ступит на порог школы. У нас есть такие пропуска специальные, ученические билеты называются. И вот там написано первая, вторая смена. Если ты первая смена, то тебя уже вечером не пустят в школу. Прежде чем дать нам интервью, охранник закрыл входную дверь на ключ. Мало ли кто может войти в здание во время разговора. Иван Киселев признался, новая работа ему по душе. Хотя пока и не учащиеся, ни он сам до конца не привыкли друг к другу. Ведь дитвора и пошалить любит, а может он творит чего-нибудь. Но теперь в школе есть охранник, у которого своя работа. Моя работа заключается в охране здоровья и жизни людей. Во-вторых, имущество, которое доверено мне охранять. Также в моей обязанности уходит с утра проверить, цело ли все на моей территории, которую я охраняю. Также проверка территории на предмет посторонних предметов. Иван Киселев говорит, у него есть опыт в охранной деятельности. Работал и в пенсионном фонде, и в дорожном хозяйстве. Но школа – это дети. И здесь нужно обладать еще и навыками психолога. Бывают конфликты, но по долгу службы мне нельзя реагировать. Надо сохранять хладнокровие. Как-то игнорировать в некоторых местах, некоторых объяснить. Несмотря на то, что к строгой дисциплине в школе еще не привыкли, сами учащиеся говорят, что стали чувствовать себя безопаснее. Сколько сейчас есть разговоров насчет этого терроризма там всякого, что может в школу войти какой-нибудь знакомый тип, пройти. А охранник, он для этого и сидит, для бдительности, чтобы каждого спрашивать куда, зачем, почему. Созданием в школе специализированной охраны действительно видны позитивные изменения, считает руководство учебного заведения. Все-таки и родители, наверное, должны себя чувствовать более спокойнее, когда они знают, что ребенок находится под охраной обученных людей, которые умеют владеть ситуацией, правильно расположить. Поэтому в данном случае только плюсы, наверное. Как говорится, охранник-охранник урознь. В лицее номер 4 нас встретил немногословный, но внушающий доверие сотрудник. Он строго следит не только за общественным порядком и сохранностью имущества, но и за учетностью всех пришедших в учебное заведение. Пропуск происходит согласно новой директиве администрации школы. То есть заранее учитель приглашает родителя или же, скажем, по предварительному соглашению, производится запись в журнале посетителей и далее согласно очереду. Директор лицея Ирина Шутенко работы охранника довольна. Ведь в таких вопросах, как безопасность школьников, очень важен профессиональный подход. Такая охрана специализированная, лицензированная нужна была в обязательном порядке. Потому что человек в форме, человек, который обладает определенными навыками, который имеет определенные знания, конечно, он лучше, чем та охрана, которая у нас существовала. Однако специализированная охрана – это еще не все, что планируется сделать в славянских школах для защиты детей. Безопасность учебных заведений будут повышать с помощью камер видеонаблюдения. В 16-й и 4-й школах такие устройства, возможно, появятся уже в этом году. Алена Теплова, Дмитрий Пухайский, Александр Тимовская. Программа «События».